Всем привет, меня зовут Мария и с вами мой дневник беременной. Вы уже знаете, что свою беременность я веду в Ева Клиник, и я очень довольна. Ведь мне не приходится стоять в очередях, чтобы сдать анализ или попасть к врачу. Все результаты обследования есть в мобильном приложении Ева Клиник, поэтому с легкостью могу на них посмотреть. Но самое классное со мной на связи всегда мой личный координатор. И если меня что-то интересует или тревожит, то она мне всегда подскажет и ответит на любой мой вопрос. Это не только бережет мое время, но и нервы. Впрочем, сейчас вы все узнаете с первых уст. Я вас познакомлю со своим личным координатором Ева Клиник Анной. Она нам расскажет о программах по ведению беременности, в чем их отличия и особенности. Итак, со мной рядышком сидит Анна. Это мой персональный координатор Ева Клиник, который 24 на 7 на связи. Анна, расскажите, пожалуйста, что у вас такое в руках? Это наша брендированная папка по программе ведения беременности. Это для наших беременных, которые заключают договор. Здесь у нас хранятся все важные документы, анализы. И, соответственно, полезная информация для удобства наших беременных. Есть разные брошюры, которые мы презентуем уже в день заключения договора. Я веду беременность по программе «Стандарт». Но я знаю, что есть еще иные программы. Может быть, вы смогли бы рассказать, в чем их отличия, особенности, вот этих других программ? Да, конечно. Значит, у нас сейчас есть три программы ведения беременности. Это пакет «Стандарт», «Премиум» и пакет «Вип». Естественно, они все отличаются между собой перечнями услуг, которые включены по пакету, теми докторами, которые закреплены за данным пакетом, и, естественно, стоимостью. А сейчас мысленно распаковываем коробочку с пакетом. Стандарт. Итак, «Стандарт». Данного пакета абсолютно хватает всем беременным, которые планируют ввести пакет «Стандарт». То есть это базовые услуги, то есть приемы акушерогинеколога, УЗИ-диагностика и лабораторная диагностика. Это абсолютно достаточный перечень услуг, которые заложены по протоколу Министра. Условно, приемы в среднем, вот, Маша, расскажите, раз в месяц вам хватает? Абсолютно. До 30 недели, да? Вот сейчас мы уже начинаем писать КТГ. Как вы себя чувствуете в рамках «Стандартно», когда вы посещаете доктора один раз в месяц? Вам достаточно? Мне абсолютно. Конечно, в процессе ведения беременности может возникнуть какие-то осложнения, но это единичные случаи. Их заранее предусмотреть никак мы не можем. Это уже в процессе корректируется. Доктор назначает, мы вас ориентируем по стоимости. Но в большинстве случаев полного пакета хватает практически всем беременным. 99,9%. Хорошо, 15 посещений мы запомнили. Что еще входит в программу «Стандарт»? Базовая УЗИ-диагностика по количеству это 4. Сюда же включается первый скрининг. Часто задают вопрос, а скрининг на 12 неделе это дополнительно? Он проходит в мать и дитя или у вас? Да, в то количество, которое заложено по пакету «Стандарт», 4 УЗИ-плода, сюда же включается первый скрининг на сроке 12 недели беременности. То есть в мать и дитя на УЗИ ехать не нужно. Мать и дитя мы едем только тогда, когда нам нужно сразу же поставить здесь, сдать только кровь, биохимический анализ скрининг крови. Все, вы каждое посещение сдаете анализы. Безусловно, каждому приему вы постоянно кровь не будете сдавать, постоянно это идет анализ мочи, все остальное уже назначается доктором. То есть это перечень анализов мазков, крови и мочи. КТГ тоже оно включено по всем пакетам. Определенное количество заложено по пакету «Стандарт», «Премиум» ограничено, это по пакету «Стандарт» у нас 7 КТГ, по пакету «Премиум» у нас 11. А ВИП – это неограниченное количество. То есть можно каждый день хоть по два раза приходить. КТГ мы начинаем писать с 30-й недели, когда планируем уходить в декретный отпуск. По пакету «Стандарт» у нас включен только один специалист, это стоматолог. Мы направляем в партнерскую клинику. Всех остальных – это лорофтальмолог, эндокринолог и терпевт, проходит наши беременные. На выбор это будет поликлиника бесплатно по месту жительства, либо любой частный центр на усмотрение. А теперь распаковываем программу «Премиум». «Премиум» на самом деле – это самая популярная программа среди наших беременных. Это большой запрос наших беременных. Почему? Потому что это, наверное, самый комфортный пакет. 19 визитов будет до родовых и 2 визита стандартно послеродовые. Соответственно, визиты до 30 недели, вот как мы с вами говорили, один раз в месяц вы посещаете по пакету «Стандарт», по «Премиум», естественно, визиты сокращаются. Визиты в среднем где-то каждые 2-3 недели. Это все варьируется в процессе доктором. Если вы для себя чувствуете, либо есть показания медицинские, сейчас чуть чаще ходить, доктор, естественно, вам назначит. В детстве, в принципе, все хорошо. Визиты в среднем назначаются с передней счастью каждые 3 недели. Доплата по визитам, по услугам, по «Премиум» пакету практически никогда не бывает. Это вот единичные случаи были. Это по услугам. Все остальное, естественно, добавляется по перечью анализа. Расширенная лабораторная диагностика. УЗИ будет больше по количеству. И дополнительно УЗИ щитовидной железы, почки с надпочечниками. Это нужно делать? Да, по пакету «Премиум». Также по пакету «Премиум» у нас есть консультация дополнительного специалиста, терапевт вместе с ЭКГ. Два посещения вместе с ЭКГ. Опять же, я всегда делаю акцент для нашей беременности, что это все в партнерской клинике. В нашей клинике данного специалиста нет. Ну и теперь барабанная дробь и распаковка ВИП-пакета. ВИП-пакет, да. На самом деле ВИП-пакет – это, наверное, наша особенность нашей клиники, которая предоставила максимальное количество услуг. Данный пакет создан, разработан с максимальным комфортом для нашей беременной. Это классный пакет, который я люблю презентовать. С уверенностью могу сказать, что выбор пакета для беременных, который будет в дальнейшем наблюдаться, тысячи раз она скажет спасибо, потому что все услуги, которые заложены по пакету, они все укомплектованы таким образом, чтобы беременна все выходило. Все четко, все по делу. И в то же время все так обыграно, чтобы для беременной по ВИП-пакету это было максимально комфортно. У нас есть небольшая подсказка. У нас есть такая брошюра для наших беременных, которая сомневается по выбору пакета. На самом деле она специально создана для нашей беременной, чтобы в процессе, когда выбирали пакеты, понимали, в чем же отличие все-таки по услугам. Не на слух, но конкретно смотреть и сравнивать по количеству услуг, анализов, например, и УЗИ-диагностики между пакетами. Значит, в первую очередь я, наверное, сделала акцент на том, что у нас пакет КИП ведет наше заведующее акушерством. Это наша самая фея любимая, наша Лариса Валерьевна Неведович. Она у нас самовостребованный специалист. На самом деле она специализируется по таким беременным, как многоплодная беременность, беременность с патологиями. Очень часто обращаются беременным, на самом деле, не только с патологиями. Беременность может протекать абсолютно хорошо. Это не показать, что у вас сложная беременность, либо есть показания, и вам не стоит обратить внимание на пакет ВИП. Абсолютно нет. Вам стоит, в первую очередь, обратить внимание на специалиста, кто ведет данную беременность, и на тот перечень услуг, который заложен по данному пакету. Кстати, а мы были у Неведовича Ларисы Валерьевны, и это выпуск про секс во время беременности. Ссылочку мы оставим ниже. Хорошо. Давайте перейдем, наверное, к чуть-чуть услугам пакета ВИП по приему каширогинеколога. Здесь стандартно, как по пакету приема, 19 визитов дородовых и 2 визита послеродовых. По УЗИ диагностике. Диагностика УЗИ расширенная. Заложено 5 УЗИ скринингов. Шестое дополнительно для многоплодной беременности, либо по показанию доктора. То есть, в принципе, 5 УЗИ плода достаточно. Шестое, опять же, может быть по желанию беременной, где беременная может с доктором посудить, может ли она, допустим, воспользоваться данным УЗИ, на каком сроке, либо просто по своему желанию. Это не проблема. Также такое преимущество, как доклерометрия, она идет в неограниченном количестве. Если беременная в процессе нужно контролировать уровень околоплодных вод, кровотоки, состояние ребенка, где не обязательно делать полноценное УЗИ, беременная может в процессе это делать в неограниченном количестве. То есть, это большое преимущество, я считаю, в выборе пакета. По дополнительной УЗИ диагностики у нас по пакету премиум включено УЗИ щитовидной железы, молочной железы, брюшная полость с почками надпочечниками, УЗИ вен нижней конечности. Лабораторная диагностика, она ультра расширенная. Также я хотела бы обратить внимание дополнительно по анализу, экспресс-анализ на подеколание околоплодных вод. Это есть только в пакете ВИП. Дальше идет такой пункт, как специалисты, стандартный ведет стоматолог, терапевт, опущение вместе с ЭКГ, консультация гематолога и генетика. Я хотела спросить, генетик есть там? Да, генетик есть по пакету ВИП. Тоже сразу задают, наверное, беременные возможности. Первые беременные, для чего нам генетик. На самом деле заранее мы сказать, понадобится вам консультация генетика или нет, не можем. Но уже в процессе, когда выполняется УЗИ диагностика, приходит осознание того, что все-таки родители хотят знать четко, все ли хорошо с ребенком, родится ли ребенок здоровым. Это стандартные, так скажем, вопросы, переживания будущих родителей. На все эти вопросы отвечает такой специалист, как генетик. Поэтому вы сдаете биохимический анализ, скрининг крови, делаете УЗИ и по результатам двух исследований вы приходите к генетику, где генетик уже в процессе консультирует и либо дает рекомендации относительно дополнительное исследование по ребенку, либо дает заключение по тому исследованию, которое сделали в процессе на сроке 12 недели беременности. Это заложено по программе ВИП. Но также хотела бы обратить внимание, если вы ведете беременность по пакету стандарт, либо пакету премия, вы можете также воспользоваться консультацией генетикой. Анна, когда я заключала договор и вообще принимала решение по пакету, мне запомнилась фраза «консилиум врачей». Это, наверное, КВИП. Да, все верно. Консилиум врачей у нас предусмотрен по пакету ВИП. Консилиум врачей собирается в нестандартных ситуациях у беременных, которых может возникнуть в процессе беременности на любом сроке. Собирается консилиум и уже принимается решение относительно ситуации, которая сложилась. Также хотела обратить внимание, вспомнить и добавить относительно пакета ВИП у нас есть функция неограниченное количество КТГ, неограниченное количество цервикометрии. И уже ранее я затрагивала такой пункт, как доплерометрия неограниченная количество. То есть хоть каждый день? Абсолютно. К любому врачу, только сколько необходимо. Либо по желанию, по вашему, либо по назначению доктора. А вот бывает такое, что девушка прям каждый день и по расписанию ходит на доплерометрию? Или все-таки? Ну, вы знаете, что на моей практике я не сталкивалась с такими беременными, которые каждый день. Но через день, либо через два, по показаниям доктора контролировать, да. Были ситуации, что там, ну, не на протяжении недели, ну, условно возьмем, там, 3-5 дней, каждый день ходит. Это по показанию доктора. Надо было контролировать уровень околоплодных вод для того, чтобы вовремя либо назначить стационарный проект беременния, либо назначить соответствующее лечение. Ну что, теперь переходим, мне кажется, к самому такому вкусному, это долгожданному, это к бонусам, да. Да, да. Все ждут бонусы. Да. Значит, у нас есть парковка 10 часов. Она включена у нас только по пакету VIP. Также связь с вашим доктором 24 на 7. Это вообще супер бонус, который может воспользоваться беременна. В любое время, суток, дня, ночи, может созвониться своим лечащим доктором и решать все вопросы. И также такой приятный бонус для наших беременных. Курс партнерских родов. Лекции у нас две заложены по пакету VIP, где в последующем будущая семья, мама и папа, записываются на лекцию. Доктор читает две лекции, готовит к партнерским родам и выдается сертификат. Где в последующем с данным сертификатом беременная может обратиться для заключения договора в роддом на партнерские роды. Кстати, партнерские роды очень такая спорная тема и очень актуальная. Как вы относитесь к партнерским родам? За, против? Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение. Сейчас у меня еще к вам ряд вопросов. Наверное, таких больше обобщенных. Пакеты по ведению беременности. Как происходит оплата? Могу ли я произвести оплату по частям? Или нужно всю сумму сразу же вносить? Как это происходит? В нашей клинике есть такая функция, как оплата в рассрочку. Для наших беременных, безусловно, не каждая пара семья сможет за одним приемом внести такую сумму. Поэтому было принято решение создать условия для наших беременных по оплате по каждому пакету в рассрочку. Естественно, они будут отличаться по количеству месяцев от срочки по платежу. Если возьмем пакет стандарт, у нас есть три месяца от срочки по платежу. Мы 50% вносим в день заключения договора и вторые 50% через три месяца, не позднее. Пакет премиум и ВИП, условия оплаты одинаковые. Мы суммы делим на три равные платежа, где в последующем каждые два месяца вносится платеж. То есть, если разница между пакетом стандарт и премиум, это будет на один месяц. Но более дробными платежами вносится. Также есть такая функция, как рассрочка банком Добробыт. Мы все это проговорим нашим беременным, что мы можем воспользоваться на полгода рассрочкой банком. Она идет беспроцентно. Соответственно, заранее сказать, выдаст вам банк рассрочку или нет, мы не можем. Для этого необходимо сделать заявку в нашей клинике, где в последующем банк нам даст ответ относительно суммы, которую одобрили на рассрочку. Либо всю сумму, либо часть, либо вовсе отказались. Если такой функцией нельзя воспользоваться, есть первая функция, как отсрочка платежа, которая у нас прописана по договору. А когда нужно с вами заключать договор? На каком сроке? Договор мы заключаем с беременными на сроки с 8 недели беременности до 12. На учет? Да, и на учет в этом промежутке. После 12 недели на учет мы не ставим. Ага, то есть на учет вы поставите до 12 недели? Да, все верно. А больничный лист? Вот, вся документация у нас идет под ключ. Мы официально ставим на учет, как и в женской консультации. Идти в поликлинику не нужно. Дальше, на втором визите уже будет выдаваться обмена карты. Да, вам уже выдавали на руки, она идет государственная образца. На 30 неделе будет выписан больничный лист по беременности родом. Он будет отдельно 126 дней. И после родов мы выпишем справку, подтверждающую о том, что вы ставили на учет на сроке до 12 недели беременности. Соответственно, все выплаты, все пособия за беременную остаются. Ничего не теряется. Поняла. А такой вопрос. Допустим, беременная ведет по пакету стандарт, то есть у нее нет связи с врачом, она с вами постоянно на связи. Если она там встревожилась в выходной день, можно вам написать? У нас выходного дня нет. То есть вы постоянно выходной, не выходной, утро, вечер? Абсолютно, в любое время, да. Единственное, что возможно затрудняется такой момент, как у доктора. Доктор может, естественно, отдыхать в вечернее время. Мы просим наших беременных, если в вечернее время, в ночное что-то происходит, обязательно звонить. Потому что... Вам? Да, да, звонить. А были случаи, когда вам ночью звонили? Конечно. На самом деле, не могу сказать, что прям это какой-то поток. И часто, потому что в ночное время, ну, чаще всего беременные спят. Если возникают вопросы, то в дневное время. Потому что беременные начинают думать, волноваться. И возникает ряд вопросов. Ночью были случаи, когда беременные не знали, как быть. Возникали сложные ситуации. Может, близкого рядом не было человека. Поэтому они обращались к нам, и мы помогали решить их вопрос. В течение дня беременные, безусловно, нам и отправляют анализы, и уточняют по назначенным препаратам. Потому что бывает иногда, может, несовместимость, да, то есть не идут какие-то назначенные доктором препараты. Может, какая-то реакция, может, которая заранее на приеме с доктором ты никак не выяснишь. То есть не обязательно идти к врачу сразу же? Можно написать вам, вы передадите это доктору. Да, да, да. И доктор уже в процессе, если что-то необходимо уточнить относительно предыдущих анализов, либо же предыдущих назначений, доктор обязательно уточняет. И мы очень быстро этот момент решаем и принимаем решение вместе с беременной и доктором относительно вашего вопроса. А не достает у вас, что постоянно она звонит беременная, что-то там тревожится, вечно у них какие-то проблемы? Ну, нет, конечно, когда ты выбираешь такую профессию, даже уже, наверное, скажу, да, это профессия, потому что нужно быть готовым, нужно любить беременных, нужно понимать, что это очень важный, ответственный момент. Этот человек тебе доверяет себя самое ценное, а ситуация, которая происходит в жизни беременной, знаешь ты и доктор, и каждое обращение беременной ты расцениваешь, как помощь, которая тебя просит человек, помоги, то есть это не потому, что вот мне вот сегодня захотелось, вот возьму-ка и напишу, да, может быть и такое, да, не вопрос, мы всем говорим, мы можем поболтать. Есть беременные, которым действительно мы говорим на разные темы абсолютно, вот нужно что-то обсудить и нужно беременной выговориться и становится легче, то есть это эмоциональная поддержка, психологическая человеку, которая действительно в этот период нужна, и мы рядом, мы действительно рядом. Когда у человека сложная ситуация, ты понимаешь, что ты единственный человек, ты та ниточка, то звено, которое поможет человеку, не оставит, то есть не будет равнодушным, он будет знать и всегда даст реакцию повести доктора, доктор должен тоже знать все ситуации, связанные с беременной, что беспокоило, почему звонила, какое было принято решение, была не была в стационаре, что по итогу, дальше по визитам, например, да, вот беременная там могла там уехать куда-то на неделю, на две, на три, мы должны контролировать, чтобы беременная не забыла, чтобы она пришла на прием, чтобы не пропустить важное УЗИ, да, по срокам назначения, чтобы вовремя были сданы анализы, чтобы анализы нам прислали, если был вопрос, да, необходим контроль, доктор ждет анализы, мы должны вовремя отправить доктору сообщить, потому что есть важные моменты, которые на самом деле за нами закреплено, мы ниточка, кажется, нас нет, но мы и есть, мы такие невидимки для беременных. Существует три пакета поведения беременности в Еваклиник. Стандарт, Премиум и ВИП. Будущая мамочка сама выбирает пакет поведения беременности, но если есть нюансы со здоровьем, пакет рекомендуют врачи. Третье. Оплата производится поэтапно, что неоспоримый плюс. Четвертое. Координатор на связи 24 на 7, поэтому что бы ни случилось, всегда можно написать координатору, а если это предусматривается вашим пакетом, то и врачу. Ну и, наконец, пятое. Все результаты анализов и обследований находятся в мобильном приложении Еваклиник. Также вы там найдете свои прошедшие и будущие визиты. Сегодня я с вами прощаюсь, но в следующий раз я возьму вас с собой на свое первое КТГ. Лично я этого очень жду. Ну что, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Ну и, в общем, пока-пока. Сейчас, у меня же новая это знает, что надо же найти, что надеть на съемки. Поэтому, чтобы всегда можно написать. И если предусматривать ваш пакет, вы можете написать врачу. Надо, наверное, перезаписать это, да? Фигню сказала. Четвертое. Сейчас, выдохну. Это компромат. Бонусы, которые заложены у нас по пакету VIP, это у нас парковка 24... Что я сказала? 24 на 7. Не то она. Удаляйте. Так-то. Смотрите выпуск секса во время беременности. Выпуск номер 3. Да? 3. В общем, найдете в плейлисте. Ну все, побежали, 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 побежали.